не знаю друзья будет мешать ветер или нет солнышко так светит уже с той стороны потом буду монтировать посмотрю ветерочек такой знаете как будто такими накатами идет тихо-тихо потом раз так подует я люблю такой ветер теплый ветер такой уютный можно сказать так значит не помню меня на дзен или на youtube спрашивали но теперь все комментарии будут конечно же сцен с ютубовским уже путать не буду буду отвечать на дзен пишут мало но сейчас думаю что подписчики которые меня смотрели на youtube или зрители не перешли на дзен поэтому уже будут здесь вопрос задавать и был вопрос по поводу миши миша это колин товарищ который значит у нас с колей строил нам дом в прошлый год свои условия договоренности с колей работал против у него дачи и в этот год он ни разу не был там пишут значит про траву что вам лучше там взять и скосить у него траву потому что вам тут несет знаете друзья несет конечно всем и соседним участком но косить конечно же я на чужом участке траву не буду но во первых это время это силы да пусть у меня есть свободное время но я его посвящу чему-то другому это не мой участок даже несмотря на то что они с колей дружат во первых это расход электроэнергии да называйте меня меркантильный или какой расход вот этих вот вот этой вот проволоки а там у него уже такие заросли там нужно уже вообще диском косить и а диск на электрическую эту косилку не оденешь там нужно бензиновая мощная ну и скажу я допустим даже я бы скосила один раз она потом снова выросла у нас извините свой участок большой поэтому сразу говорю да да и не зачем каждый человек думает как ему за своим участком смотреть да как приезжать конечно мог бы он раза два в лет это приехать ничего не скажешь но у него он все ждет операцию на сердце у него там шунтирование вроде должно быть и поэтому он все откладывает откладывает и коля с ним разговаривал когда говорит приедешь что ну так у чисто спросить что дальше все лето не был горит не знаю до операции приеду или нет общем так то он все нормально чувствует себя неплохо но вот последнее время моторчик то у него барахлит там у него тоже же свой дом у них поэтому видите в дачу может приобретал думала рыбалка будут ездить план это другие же были сколько лет назад а сейчас все реже и реже приезжает это в тот год он все ездил тут сколь они дом ставили дед приезжал вот и по поводу флоксов хотела вам рассказать у нас у соседки я думаю что там такое красивое прям огромные огромные белой шапкой издалека как прям как невеста пригляделась на это флоксы именно белые флокса моей дочери любимые самые и вот они то у меня молоденькие мне наташа от росточки дала соседка они меня цветут но еще вот как бы вот такими шариками а тут флокса умеет понимаете вот они расцвели и вот сама вот это цветение вот такая вот шапка такой длины она такая продолговатая огромная она говорит я уже и сколько рассаживала я уже сколько кому-то давала тут пересадила горит маленькая песочница была для внука сделана перестала играть пересадила туда эти флоксы но они молоденькие быстро цвели я у нее осмелилась спросить я говорю если вы будете пересаживать можно мне хотя бы один я даже деньги давно это что какие деньги такая женщина хорошая марина мы с нередко общаемся она тоже приезжает если она приедет она все в огороде в огороде да не охота как-то навязываться да это же все равно человек тебе если пришел надо с ним поговорить вот мы вчера я зашла к нему очень долго с ней поговорили до зацепились как говорится у нас языками зацепились и давай болтать и вот про флоксы у нее узнала а еще у нее растут цветы я не спросила как они называются а может быть она по-моему она сказал даже сама не помнит как они называются они растут большим таким кустарником и они как красная ромашка такая бордовая ромашка очень красивые цветы и она гадят ягод и цветок дам буду пересаживать очень красиво многолетники но они подвержены морозу и они горят у меня в этот год подмерзли тоже все они там вот тут такие цветы там такие цветы у нее общем тоже у них это дача уже давно уже вот как только начали даче строить так вот у них участочек у них небольшое может быть у них я не знаю них повода 6 соток нету может 4 что ли сутки у них ну тоже там все они выращивают такой домичек ты рядом смотрите такой низенький как сказочный с ней тут разговаривали разговаривали тоже по поводу этого пожара говорили и она рассказывала что влада раньше была береза вот это вот бывшего хозяина этой дачи а там еще одна береза растет подали трубы а тут будет прямо у трубы росла и дом то повыше этот дом и она говорит ягод сколько раз воду говорю варить спиливая эту березу потому что из трубы искры летят горит не дай бог на эту березу не дай бог это ужас просто сейчас там одет у нас такой как защита что ли идет чтобы искры не не падали давать ей же трубы просто труба и без этого набалдашника либо что-нибудь такое прикрыто как он россия вителю рынка явного кули спросить как он называется вот сейчас у нас вот сделано это вот это вот защита и она как но искры то не летят она как будто бы вот сдерживает вот влад горит эту березу спилил потому что говорит было очень опасно что мало ли какая искра и все это у нас там еще и старая береза вот уже ее на спиливать залезать наверх по лестнице вот мы вчера говорили на высокую лестницу у нас ее нет такой лестнице и начинать сверху потому что если ее валить она может на дачу упасть на провода там все такое тесное опасно надо ее начинать сверху здесь тоже здесь но здесь такие молоденькие березки в принципе там ничего у нас не топится старая наша баня который мы уже сколько не пользуемся ее на разбирать здесь молоденькие березки растут в общем посадки особенно вот понимаете вот эти строения вот эти бани прямо у самого леса это конечно же опасно очень потому что много ты мало ли что его посмотрите лес горит вот например я слышала что на пенежье раньше же не было таких больших поселков до были деревни то уже потом пошли ли спромхозы какие-то там леса заготавливать деревня превращались в огромные поселки а сначала бани строили именно у реки что мало ли что и воды близко принести да и мало ли какой пожар там все пожара же были вот и у речки как бы удобнее чтобы деревня не дай бог не сгорела именно у реки ставили баньки а тут видите третья линия на линия на вся у леса стоит там все пожалуйста печку топишь и все все искры все летит в лес опасно очень что тут говорить ну волков бояться в лес не ходить конечно же тут нужна бдительность аккуратности и конечно артика все то есть надо эти профилактические работы проводить все смотреть а мы начинаем ползать тогда когда что-то случится потому что все нам не досуг вот такие вот дела друзья вот ну про проблемы ютуба нет смысла сейчас говорить на дзен по другой площадке так что кто перешел спасибо на youtube я пока даже видео выкладывать не буду потому что у нас сегодня всех блогеров google просто кинул у нас просто кинул он решил нас полностью всей монетизации сейчас говорите здравствуйте до свидания мне надо будет с вами попрощаться до следующего видео и тут появились кое-какие дела которые надо очень срочно решить поэтому скоро увидимся спасибо тем кто смотрит спасибо за ваши комментарии за поддержку спасибо за все все скорых встреч друзья добрый день вот маленько расстроилась конечно в общем две балабашки у меня закончились это у меня ушло здесь немножко оставалось я скашивала тут участок остатками потом вот это было мне оставлено коли заряжена и вот это вот эту вот катушку сломала я и теперь вот видите проволока то есть но она не высовывается когда делаешь ну косилка она живите все равно обрывается и она не выскакивает и стала я ее откручивать и вот пожалуйста она у меня распалась коле позвонила коль привезу с собой потому что мы съездим в анегу на выходных а потом же коли когда приедет только в конце следующей недели поэтому я возьму их с собой коль мне дома зарядить и надо будет докашивать жалко конечно чё говорить я бы еще бы поработала хоть это это долго друзья это кажется раз раз скосил и долго нет осталось то ничто чуть-чуть совсем видите все уже практически все ну вот это вот поляночка осталось ну ладно ничего переживем сегодня мне еще надо будет попилить вот эти старые доски может быть если смогу штатив поставить то я вам покажу как мангал убрать вот видите здесь все вокруг здесь отраву убрала и не знаю буду я рыхлить уже в этом году или не буду скорее всего что нет вот говорю правду скорее всего нет и там тоже трава растет быстро в тех астрах по краям я ее порву я тут раз стала вырывать и у меня нечаянно астрочки вырывались так ну что здесь ну а здесь скоро чеснок уже он подымается и еще наташа научила что вот здесь вот есть маленькие чесночинки их надо посадить на следующий год они не будут наверно еще чесночинками то надо уже через год наверное их собирать да простите у меня такие руки грязные в перчатках была косила только лицо умыла и переоделась и еще чуть-чуть и можно будет собирать уже чеснок ну кто не знает уже собирают или нет что я не видела чтобы кто-то мог то выкопал улюбы спросить вот у соседки здесь тоже все у меня тут по краям то убрано травка ту где чего скошено тоже где могла траву повырывала там еще тоже лук которого вырываешь выскакивает чувству ком-то делать может мне его уж убирать или чего тут даже еще перышки зеленые есть так на салатик или приехать уже все убрать свекла такая неплохая я вам скажу друзья вот и морковь смотрю там выглядывает наверное я совершила ошибку до что морковь у меня эти попки торчат может быть надо было их зарывать как вы скажете мне друзья вот смотрите все скосила вид конечно другой а когда у меня руки дойдут вот до этого дела когда вот так вот психану или кто-то меня разозлит напишет скажет сколько уже можно давай уже сколько уже ты тут это забор ёшкин кот убрала короче все трухлявое такое ужас убрать то я его уберу дело то не в этом не вот эту сетку не делать самой вот эту дровину надо огромная она гнилющая видите даже злить меня не надо было да а я чуть последнее время вообще очень мало злюсь распилю не знаю куда это суши на так-то на баню топить нормально распилю да и все много ли там в что тут летом еще натуральные дрова на баню что ли еще зеленые видите там же у меня свекла там же у меня свекла вот чего и так эту доску надо убрать здесь у нас гвоздями травой порастет и все сетку-то мнение отделать наверно ну-ка сетка сетка сделано так что тут вообще место так скреплена гвоздики нет принципе принципе можно где-то такой гвоздодер чик есть хороший не есть пропал мы сколь и никак его найти не можем здесь не сетку убрать и вот это убрать сначала половину потому что у меня же здесь все упадет здесь на свеклу мне упадет вот чего я знаете сейчас возьму наверное поищу гвоздодер другой и уберу эти столбы к ёшкиной к ёшкиной ёшки 10 гвоздик надо отогнуть наша и рада что наша ели да раз и все все сломала ломать не строить как у меня коля говорит между прочим ломать еще сложнее чем строить особенно когда разбираешь старые дома там еще что по стройке намного говорит сложнее чем строить ну там какие-то у них у строителей лица и заморочки так это мне надо убрать действительно порастет потом травой вместо наших встреч и все так и еще чего я сегодня то хочу сделать попилить у меня сегодня здесь день есть я уже вон там с утра малины поела у меня есть день сегодня и у меня есть полдня завтра завтра я выйду коли меня встретит мне надо будет снять кабачочки так вот там мальчики я уже теперь знаю да что к чему все уже научено опылять опылять надо вот значит ты должен раскрыться наверное да чтобы опылять он не раскрывается чуть за мальчик за такой девчонки без смеха то никак так ну что ягу там птицы собрали уже наверху оставили мне здесь немножечко или где вот оставила я вот здесь малинку я ее выкопаю но вот здесь она мне нужно сорт хорошей малины хорош сорт я думала на кислое нет она вот стала поспевать и очень вкусно значит вот здесь будет малина куля ставит здесь 2 компост ящик ставит и и и и и этот уже полный короче поставить но я бы поставила если бы вот здесь вот было знаете чего ровненько он лишь как-то выравнивает там дно то есть я бы сама бы его собрала это удовольствие я оставлю здесь будет ящик и вот так вот погнали будет малина здесь и так вот если забор как раз у забора хочу ее сделать в три вида да очень нормально если я ее сейчас выкопаю она же она и так-то малина всегда гулящая было знать я чего еще слышала что вокруг малины надо чеснок сажать и она никуда не уйдет где-то я такое даже ведь прочитала а если я вот эти вот выкопаю мне кажется они вырастут потому что она она везде растет ее косишь я и скашиваю потому что ну зачем мне просто порсель до беспорядке таком этому вот так куда пошла забор сломала нефиг делать его когда уберешь конечно будет смотреться все по-другому сейчас я пойду найду этот ой как он называется гвоздодер чик был такой хорошенький куда делся не знаю такой красненький меня у нас у меня у нас мы все надо а а я вам здесь показывала да выдеру еще сегодня соберу листочки и выдеру этот чеснок новенький чеснок и укроп новенький смотрите как новенький растет не верила если честно не верила что второй урожай укропа может быть вот такой шикарный не верила вот так вот поверила поверила и больше ничего один раз в год сады цветут весну любви один раз ждут всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас один лишь раз один лишь раз на этом мое выступление закончено до следующей встречи